Всем привет! Ну что, сегодня будем смотреть на Survarium, и говоря об этой игре, конечно, хочется сказать, от любви до ненависти один шаг. И вроде бы как хорошо всё начиналось, везде писал про эту игру, кидал свои рефералы, покупал даже чёртовы книги. Разработчики обещали нам открытый мир, практически как сталкер онлайн, и даже лучше, но на деле, на деле всё получилось как-то иначе. Ну что ж, 2019 год заканчивается, можно подводить итоги. На деле мы имеем довольно странные поэтапные PvE-миссии, ну и конечно же мультиплеер со средним онлайном в 600-700 человек. Ну, скорее будет даже сказать 600-500. Но это как занесут нам обновления. На самом деле, в очень многих играх, особенности сессионных, игра живёт от обновления до обновления, то есть происходит какая-то крупная обнова с анонсом, и сразу же мы видим, как онлайн поднимается на 500-600-1000 человек. И, конечно же, Survarium не исключение. В остальном же хочется похвалить игру за систему навыков, то есть умений. Ну и, конечно же, система прокачки фракций, хотя, если честно, прошлое окно мне нравилось больше. Любое оружие можно взять в руки, попробовать его в тире, ну, в общем, здесь сделано всё это неплохо. Плюс модификация оружия вполне себе неплохая. Вариантов того, как можно поставить тот или иной модуль, довольно много, хотя, если честно, я не специалист в плане оружия. Хотя система мне понравилась. Можно потратить свои кровные или заработанную валюту в игре на прокачку оружия, на какие-то модули, улучшения. У всех модулей свои характеристики и, так или иначе, вы потратите довольно много, пытаясь получить максимальные статы. Что же касается самих боёв, то такое ощущение, что мало чего изменилось. Хотя, странно, что они за всё то время, когда я не играл, а это примерно года два, они так и не смогли сделать нормальную физику тел при смерти. Но, ладно, окей. Зато они добавили выброс мин и капканов. Раньше ты мог выбрать, куда ты её ставишь, буквально до сантиметра, а сейчас спокойно выкидываешь из своего подсумка. Враги караулят на тех же местах, что и два года назад. Мины и капканы всё так же рулят и тащат. Возможно, даже приносит гораздо больше проблем. Ну, в общем, да, ничего особо не поменялось. При том, что это была моя первая игра, и я не поставил себе никакие навыки, то есть у меня там было в запасе 62 или 68 навыков, которые я мог распределить. Ну и плюс я не поставил ни один модуль на свою винтовку. И всё это не помешало мне занять второе место, что, считаю я, в принципе, довольно неплохо. Хотя и странно, что отсутствие правильных модулей и навыков привело к тому, что я спокойно перестреливал у остальных игроков. В графическом плане игра довольно яркая, возможно, даже слишком яркая для мира а-ля Сталкер. Но это лишь моё мнение. В остальном игра выглядит неплохо, ну, хотя тут смотря с какой стороны смотреть. Награды за выполненные действия, награды за день, это всё выглядит довольно неплохо, побуждает игроков стремиться к чему-то большему, но я думаю, многим наскучивает этот геймплей через десятки, а то и сотни боёв, потому что, в принципе, ничего не меняется. Да, с новым уровнем вы можете получить новую броню, новое оружие, но это слишком мало влияет на сам геймплей. По сути, ничего не меняется. Именно поэтому мы видим такие вот скачки онлайна, когда происходят какие-то крупные обновления, потому что игроки возвращаются в игру, думают, что вот оно, вот оно свершилось. Наконец-то глоток свежего воздуха, а на деле ничего такого. И в такие моменты мне, конечно, грустно за Total War Arena, в которой я когда-то играл за Назгод от Legacy of Kain, где сражались охотники против вампиров, и сама идея действительно мне казалась классной. Но в итоге эти игры умерли, а Сурвариум каким-то образом продолжает жить. А на этом, пожалуй, будем заканчивать. Всем спасибо, кто досмотрел. Ставьте свои лайки, подписывайтесь и пишите комментарии, что вы вообще ждете от игры и что бы вы хотели в ней увидеть.